Следующий докладчик Дмитрий. Дмитрий расскажет про тематическое моделирование комментариев любителей рэпа. Надеюсь, вам будет весело. Все, Дим, тебе слово. Супер. Всем привет. Меня зовут Дима. Сегодня будем говорить про тематическое моделирование ВКонтакте. Немножко о себе. Меня зовут Дима. Я сейчас учусь и работаю в университете АЛТО в Финляндии. И этот весь доклад и все исследования мы делали в соавторстве с замечательным человеком Филиппом Ульянкиным, который работает дата-сайентистом в компании Янтекс.Дзен. К сожалению, он сегодня не смог прийти, поэтому рассказываю только я. Итак, план, о чем мы сегодня будем говорить. Сначала немножко про парсинг ВКонтакте и дополнительно про парсинг Ютьюба, потому что данные мы брали и оттуда тоже. Затем перейдем к обсуждению предобработки текстов и моделированию их при помощи LDA. И, наконец, о том, как можно использовать эти тематические вектора, которые мы получили из модели, для получения очень интересных результатов. Наша общая цель, зачем мы все это делали, было выяснить, действительно ли подписчики у разных музыкальных жанров обсуждают различные темы в комментариях. То есть, условно, если вы любите классическую музыку, будете ли вы в комментариях этой группы писать о чем-то ином, чем любители шансона, условно. И мы хотели понять, можно ли с этими тематическими векторами сделать что-то еще. Зачем мы это сделали? Долго думали о причине, не нашли ничего умнее вот этого. В принципе, в прошлом году у нас была точно такая же причина сделать исследование электората. В прошлом году были интересные президентские выборы с конкуренцией и с аж девятью кандидатами. И мы решили найти странички этих кандидатов во Вконтакте, выкачать все комментарии оттуда и тоже провести тематическое моделирование в рамках OpenDataDay. Если вам интересно, вы можете перейти по ссылочке на запись доклада и на сам репозиторий с кодом. Итак, переходим к сегодняшнему докладу. Подход. Как мы все это проворачивали? Сначала нам нужно было найти жанры. В этом нам помог сервис одной компании. Там очень хорошая подборочка, где можно сразу же посмотреть, какие сейчас жанры есть в топе. Мы выбрали несколько из этих жанров, которые, как нам показалось, покрывают весь такой спектр музыки. И дальше под каждого из жанров на сайте этой же компании мы нашли топовых исполнителей в подборках соответствующих жанров. Например, в шансоне самые топовые исполнители — это вот эти четыре, нет, пять замечательных людей. Итого мы выбрали 11 жанров. Это эстрадная музыка, попсовая музыка, рок-музыка, конечно же, русский металл, классическая музыка, рэп, шансон и так далее. К каждому из этих жанров мы нашли определенное число исполнителей. И суммарно у нас получилось сейчас целых 134 штуки этих исполнителей. А дальше началось самое тяжелое и ручное, ручной труд. Нам пришлось для каждого из этих 134 исполнителей найти соответствующие странички во ВКонтакте. Было много удивительного. Узнали, например, что на группу Бутырка подписано 95 тысяч подписчиков, на Михаила Круга практически один миллион подписчиков. В общем, много открытий насчет русской музыки мы сделали. Но, тем не менее, все эти группы мы нашли. И то же самое мы сделали на Ютьюбе. Мы искали соответствующие подборки плейлистов, где было хотя бы по 100 с лишним видео, чтобы можно было из них выкачивать комментарии. И тоже удивительное рядом Бутырка за ростовскую братву, 7,5 миллионов просмотров. А дальше, соответственно, по этим текстовым данным мы уже начали гонять модельки. Итак, пару слов про парсинг. vk.com — это потрясающий API, лучшая документация, всем рекомендую. Она прекрасная. Нам не пришлось заходить ни в один дополнительный источник, чтобы понять, как с чем-то работать. Просто заходите в мануалы, там все прекрасно написано. Ссылочка на код с парсером, можно посмотреть. В каждой группе, соответственно, нам нужно было найти ее ID конкретной группы, например, вот little big. Чтобы это сделать, можно было просто зайти в Google консоль и посмотреть номер конкретной записи, например, в группе. Потому что сейчас все группы ВКонтакте называются по-модному, условно little, нижнее подчеркивание big. Но API позволяет работать только с ID-шниками этих страниц. Поэтому нам нужно было находить все эти ID-шки. И вот так вот у нас это выглядело уже в коде. Группа little big, ее ID, ну и просто число подписчиков, если вам интересно. Ссылок в 510 тысяч. Собственно, сам парсинг укладывается в три строчки кода. Все очень красиво, очень приятно и понятно. У нас есть api.vk.com, куда мы передаем соответствующий метод, например, wall.get или comments.get. Параметры нашего запроса, access token и версия API. Все, на этом все дальше работает. Замечательно, мы получаем наши респонсы. Плюс еще приятная вещь от API ВКонтакте – это метод execute, который позволяет вам обернуть 25 запросов в один единственный запрос, что, понятно, экономит вам время и в 25 раз ускоряет работу с выкачиванием данных. Поэтому мы как раз сделали батчи по 25 запросов в штуке и отправляли их единым пулом, тем самым ускоряя работу парсинга. Хотя все равно, конечно, это заняло несколько дней, чтобы все спарсить. YouTube.com не такой хороший API. Он непонятный, странный, с кучей ограничений, чтобы повысить квоты, нужно написать буквально письмо в техподдержку, которая даже не автоматически вам отвечает. Это все долго неприятно. На ссылке на код с парсером есть несколько ресурсов, где вы можете посмотреть, как лучше с этим работать. Это ссылки на Medium, ссылки на туториалы. Нам пришлось закопаться, чтобы с ним разобраться. Примерный вид того, как это все работает, такой же, как и во ВКонтакте. У нас есть ссылочка на Google API. Мы передаем туда, например, Channel ID. Это ID того канала, который мы хотим спарсить. И дальше там что-то начинает работать. Но не так приятно. В результате нам удалось собрать 6 миллионов комментариев из ВК и 4 миллиона комментариев из YouTube. То есть 10 миллионов в целом. Дальше этот текст нам нужно было предобработать, чтобы можно было загонять все в модельки. Для предобработки и для моделирования мы использовали вот такую замечательную библиотеку GenSim, которая очень удобная, очень приятная и позволяет работать с тематическим моделированием без особых проблем. В самой предобработке что нам нужно было сделать? Сначала, понятно, соединить финальные корпусы текста в один, использовав исполнители в качестве ключа. Дальше мы навернули Bag of Words стандартный. Мы выкинули слишком короткие комментарии. Здесь такой небольшой grid search был на коленке. Нам пришлось строить кучу LDA-моделей, интерпретировать их output, их темы, чтобы понять, какое число слов в комментарии является оптимальным для получения интерпретируемых тем. Ну и выяснилось, что в основном там были комментарии, конечно же, мусорные, которые несут в себе ни смысловой нагрузки, ни эмоциональной. Это или смайлики, или точки, какие-то символы. Пришлось это все дело выкинуть. И вот оптимальный результат у нас получился на достаточно длинных комментариях, где было 40 плюс слов. И таких комментариев у нас из 10 миллионов получилось всего один. То есть мы сильно сократили себе данные. Ну и, наконец, на очищенных уже данных мы использовали биграммы, плюс еще устроили фильтрацию по частоте. То есть мы не хотели оставлять слишком редкие слова, чтобы не засорять наш словарь, и в то же время слишком частные тоже хотели выкинуть. В Gensimi все это делается очень легко, просто и приятно. Достаточно вызвать несколько модулей, которые отвечают за построение словаря и за построение биграмм. И на этом все. Опять же, есть ссылочка на код с предобработкой, где можно посмотреть, как это все устроено и как модельки получаются. Так, следующий есть? Да. Сама модель — это LDA, латентное размещение Дерехле. Так, здесь, кажется, нету слайда про модель. Ну ладно. Модель вероятностная. Кто знаком с LDA? Отлично. Почти все знакомы с LDA. Но общий смысл в том, что мы здесь моделируем вероятности распределения топиков в документах и вероятности распределения слов в топиках. То есть, изначально у нас с вами есть документы, это наши комментарии, и есть слова в этих документах. И мы хотим вот такую вот большую матрицу, слова на документы, замоделировать, разложить при помощи двух других матриц, при помощи их произведения. Это матрица, где у нас есть слова, распределенные в топиках, и матрица, где есть топики, распределенные в документах. Вот такое матричное разложение. Можно почитать отдельно, здесь не будем подробно останавливаться. Ну и главный гиперпараметр для нас, по крайней мере, в этой модели, было число топиков, которые мы хотим использовать. То есть число тем, которые потенциально могут обсуждать подписчики в социальных сетях. Долго тоже подбирали этот параметр, в итоге остановились на 30 темах, потому что при 30 темах большая часть тем была интерпретируемой, мусорных было минимум, ну и все получилось достаточно красиво и хорошо. Единственное небольшое замечание техническое в генсиме при сохранении модели нужно обязательно отдельно сохранять в нампаевский бинарник вот этот атрибут xp-log-beta. Почему-то по умолчанию API генсима не сохраняет этот атрибут при сохранении модели, и в результате при ее подгрузке он начинает ругаться, что этот атрибут пустой, и вы не можете использовать модель. Почему я так и не понял, но пришлось сделать дополнительные костыли и операции с подгрузкой этого модуля и просто переобъявлением атрибута в модели. Так что если будете использовать генсим и LDA, помните такой особенности. В результате из 30 тем нам успешно удалось проинтерпретировать аж целых 27 штук, что в принципе хорошо. Только три темы остались какими-то мусорными, содержали, например, теги или что-то неинтерпретируемое. В основном, конечно же, все темы были связаны с песнями, с альбомами, с обсуждением музыки, благодарностью за концерт и так далее, но было несколько интересных исключений. Здесь тоже есть ссылка на код с визуализацией, где можно посмотреть на все 30 тем, которые мы получили, попробовать их проинтерпретировать, не согласиться с нашей интерпретацией и так далее. Сейчас посмотрим на несколько красивых тем. Для визуализации мы использовали World Cloud, наверное, знакомый для тех, кто работает с NLP пакет. Он позволяет вам визуализировать слова в данном случае, которые встречаются в конкретном топике. Например, это топик о политике, и там есть несколько слов, которые наиболее часто встречаются в нем. То есть вероятность встретить слово условно внешнеполитический в топике о политике будет высокой, и поэтому это слово на визуализации будет достаточно большим. Вот как раз пример топиков, которые мы получили по этому объединенному корпусу. Два таких политических топика. Первые, самые большие слова здесь Россия, Украина, русский, страна. Мы условно ее назвали политика России, Украина. Вторая политическая тема. Тоже есть два интересных слова, которые друг по другу расположены. А это уже музыкальные темы, которые мы получили. Тоже небольшой пример. Первая песня, песня, альбом, слушать музыка. То есть что-то связанное с прослушиванием музыкальных композиций. А вторая тема очень интересная. Здесь есть слова концерт, город, Москва, деньга, купить и так далее. То есть это обсуждение покупок билетов на концерты, потому что в ВКонтакте очень часто это обсуждается. И вот эта тема действительно у нас всплыла. А дальше начинается очень интересная вещь. Раз у нас есть тематические вектора по каждому из документов, мы можем эти тематические вектора начинать усреднять и работать с ними как просто с арифметическими векторами. Таким образом мы можем взять, например, всех подписчиков определенного жанра, конечно же, шансона, усреднить все их тематические вектора и посмотреть на финальный тематический профиль, который у нас получается для этого жанра. То есть мы можем понять, какие темы наиболее часто обсуждаются в определенном жанре. Ну и вот для шансона у нас получилось, что после неинтерпретируемой темы, которую мы впоследствии отбросили, песни о жизни и любви. То есть это основа шансона. То же самое можно сделать и для исполнителей, не только для жанров. Например, Киркоров. Для него самая первая тема, которая всплывает, это благодарность за концерт Филиппа Бедросовича. И действительно, если зайти в группу, то очень часто там всплывают комментарии, которые «Спасибо вам за концерт, это было лучшее, что происходило в моей жизни». Тимати тоже там человек, песня о людях, об обществе, о жизни и любви и так далее. Теперь с этими векторами можем сделать еще одну интересную арифметическую операцию, а именно посчитать расстояние между ними. У нас уже есть эти средние тематические вектора для жанров. Почему бы не посчитать расстояние между ними и не построить красивый hit map? В данном случае мы использовали косинусные расстояния, потому что вроде как мы работаем с текстом, и косинусное расстояние там принято использовать. Но на самом деле можно использовать любое другое, потому что это уже вероятностные вектора. И неважно, какие расстояния вы используете. И вот очень интересные результаты получились. Например, посмотрим на классику, которая у нас пятая сверху. Классика очень сильно отличается от попсы и от шансона. Там косинусное расстояние 0.20 и 0.23 соответственно. То есть подписчики этих жанров настолько о разном говорят, что у них такие большие получились косинусные расстояния. В то же время у классики и у джаза, например, расстояние 0.04. То есть подписчики, которые слушают классику и которые слушают джаз, пишут примерно об одном и том же. Но здесь можно еще много веселого находить в этой матрице корреляции расстояний и узнать, что на кого похоже. Более того, у нас есть эти же средние вектора по исполнителям. А значит, мы можем померить расстояние между исполнителями. И, например, найти тех, кто больше похож или меньше похож на, например, Киркорова. И выяснилось, что в топе похожих на Киркорова исполнителей у нас есть Ёлка, Лолита, Агутин, Леонтьев и прочие ребята, которые действительно представляют собой жанр русской попсы. И Киркоров, не знаю, к счастью или к сожалению, тоже, в принципе, оттуда. И очень здорово, что такой результат получился. В то же время самые непохожие на Киркорова — это Буйнов, который, в принципе, был выбросом и не похож ни на кого. Самый самобытный автор. Классика, классическая музыка. Антоха МС. То есть что-то очень непохожее на русскую попсу. И очень здорово, что это у нас выделилось даже в таких вот векторах. Ну, еще парочка примеров. ЛСП. В топе похожих есть ЛДжей, Оксимирон, Газголдер, кто там еще такой. Нойз МС. То есть действительно рэперы, которые похожи на рэперов. И это круто. Король и Шут, русский рок, Би-2, Руки вверх, Земфира, Ротару. Не знаю, Ротару, наверное, не русский рок, но тем не менее, Муми Троль. То есть русский рок выделился тоже в какой-то отдельный кластер всего лишь по тем темам, которые обсуждают подписчики в их группах. И самое интересное, мы можем подсмотреть на это многомерное пространство на двумерной плоскости. У нас сейчас были 30-мерные тематические вектора, потому что у нас всего было 30 тем. Давайте все эти 30 тем сожмем в двумерные представления. В этом нам поможет ТСНЕ или ТИСНИ, не знаю, как по-русски правильно его произносить. Очень рекомендую вот эту библиотеку Multicore. ТСНЕ написано замечательным человеком. И в отличие от эскалерновской реализации, она поддерживает распараллеливание. Поэтому работать будет во столько раз быстрее, сколько у вас ядер на компе. Очень полезная и очень приятная штука. Соответственно, мы взяли это дело и трансформировали, и получили следующую картинку. Это у нас двумерное представление наших многомерных тематических векторов. Действительно, классика и джаз — это самые далекие от всех остальных наблюдения. И они очень близко друг к другу расположены. То есть подписчики этих групп обсуждают примерно одно и то же. И то, что они обсуждают, совершенно не похоже на обсуждение всех других ребяток. Шансон с попсой достаточно рядом, рэп с танцевальной музыкой, инди с роком. В принципе, все логично и все здорово. И, наконец, то же самое, наверное, не очень видно, но можно сделать по исполнителям. Если мы возьмем все наши 134 исполнителя и навернем на них это же T-SNE преобразование, а затем еще и кластеризацию с числом кластеров, равным числу жанров, то мы получим вот такую замечательную визуализацию. Кажется, здесь нет увеличенной. Ну ладно. В правом нижнем углу сосредоточилась вся классика. Там у нас группы современная классика, электронный джаз, Петр Ильич Чайковский, самый нижний Вольганд, Амадеус Моцарт. Справа у нас есть Антоха Эмси, Помпея, то есть какая-то такая, наверное, инди-музыка немножко. Слева вверху весь шансон, русский шансон, Николаев, Михаил Круг и так далее. То есть выяснилось, что по тематическим векторам мы можем реплицировать музыкальные жанры. И пользователи обсуждают настолько разные темы, слушая музыку, что мы можем обратную операцию провернуть и воссоздать эти музыкальные жанры только на основе тех тем, которые обсуждают подписчики. Опять же, Оксимирон, Федюк, Джонни Бой. Вот они, рэперы, красненький кусочек такой выделился. Значит, выводы. Слушатели разных жанров действительно обсуждают кардинально разные топики и настолько разные, что мы можем обратно восстанавливать все эти кластеры музыкальных жанров. И это действительно очень круто. На этом спасибо. У меня все. У нас время заключительных вопросов. Спасибо большое за доклад. А скажите, а в комментарии не попались ли названия самих исполнителей и, собственно, жанров? Конечно, могли попадаться. Да, но так как мы использовали именно тематическое моделирование, даже если они там попадались, как можно было посмотреть по вот этим вот визуализациям, здесь как таковых названий жанров нету. Так же, как нет названий исполнителей. Здесь именно какие-то темы определенные, и только по этим темам мы делали кластеризацию. То есть как такового лика информации о том, что это за жанр, у нас не было. Спасибо большое за доклад. Но вот в процессе доклада у меня возник вопрос, почему вы использовали Gensim именно, а не BigRTM, например? Его можно крутить, параметры… Я хотел избежать этого вопроса. Ну вот мне все-таки интересно. У меня была идея вставить сюда слайд с мануалом BigRTM. Честно, мы собирались сделать именно его, потому что это интересная модель, и нам очень хотелось ее попробовать. Не завелась, как бы мы ни пытались. Ссылки на туториалы были очень интересными. Там были обычно пустые туториалы или туториалы, где вываливался код ошибки. Поэтому разбираться с этим мы пытались, но у нас в итоге не удалось. То есть перешли на обычный LDA, на обычный Gensim. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. На самом деле я сталкиваюсь с вашими трудностями с BigRTM и тоже очень люблю LDA. И у меня к вам два вопроса целых. Первый. Пользовались ли вы визуализацией по LDA-вис, потому что она позволяет посмотреть релевантность термов, и, по сути, в ней тоже вшито TSNE. Поэтому для определения адекватности темы и растерянности кластеров, я считаю, это очень полезно. Хороший очень вопрос. Мы хотели действительно использовать LDA-вис, но решили, что не будем использовать, потому что, опять же, нужно было с ней разбираться, с форматом данных и так далее. Мы просто упустили этот момент. Наверное, в будущем для статьи уже продолжим. На самом деле это просто суперский результат. Вы можете, ну, этот инструмент, вы можете это много что шевелить. А второй вопрос. Вы когерентность умерили для определения кластеров или просто интерпретируемость? Перплексию измеряли и интерпретируемость, да. А когерентность? Не измеряли. Теперь измерите. Окей. Да, теперь все измерим. Спасибо за интересный доклад. У меня вопрос такой. Вы не думали о том, чтобы провести какой-то анализ по поводу сленга? То есть в разных группах очевидно, что одни и те же темы могут обсуждаться разными словами, которые могут означать одно и то же. То есть, грубо говоря, мы вот по этому, по этой визуализации можем видеть, что они говорят как бы о разных темах, да, но по факту это может быть одно и то же. Это тоже было бы интересно, конечно, поисследовать, но модель LDA не позволит, потому что у нее достаточно взаимно однозначное соответствие между словом и топиком, потому что мы, по большому счету, да, моделируем просто вероятность наблюдения конкретного слова в конкретном топике. И у нас нет какой-то двойственности для слова, мы не можем моделировать вероятность использования слова в каком-то смысле в этом топике. Да, то есть это уже отдельное, наверное, продолжение будет для семантического анализа. Спасибо. Вы же рэп анализировали, где нецензурщина? Вот здесь вот есть ссылочка на визуализацию, там очень много интересных тем, которые… Not safe for work. Да, именно так. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Единственная такая фраза, которая крутится в голове. Вот же круто, а зачем? Да, то есть вот зачем это было сделано? Сейчас, сейчас, сейчас. Вернее, какие вот идеи по дальнейшему использованию этой информации? Нет, это понятно. Да. Потому что мне, например, очень много интересно стало оттуда. А вот есть ли идеи по использованию этого в каких-то дополнительных сервисах или еще что-либо? По большому счету то, что мы сделали, мы исследовали темы обсуждения во Вконтакте. То есть потенциально, если развивать какие-то бизнес-идеи, какие-то рекомендательные системы и так далее, да, наверное, это может быть интересно с точки зрения таргетирования условно. То есть люди, которые слушают определенный жанр музыки, могут обсуждать такие-то темы. Возможно, стоит им такой-то товар, да, рекомендовать. Но я подозреваю, что рекомендательные системы используют более мощные какие-то подходы, которые позволяют им понять, что действительно интересуют людей, чем вот такие вывернутые немножко нахождения их интересов. Возможно, Петя сможет на это ответить. Спасибо за доклад. А можно еще раз повторить, почему было выбрано целых 40 слов в комментариях. 40 слов это очень много. Да, действительно, это очень много, да. Было выбрано, во-первых, из-за, наверное, вычислительных немножко ограничений, потому что мы использовали наши локальные машины для вычисления LDA. И каждая моделька, каждый прогон стоил нам примерно 3 часа реального времени. То есть даже выбор числа тем для нас был достаточно больной задачей. Но в целом мы ориентировались именно на метрики, которые нам выдавали модели, и на интерпретируемость тем. Из-за того, что это комментарии в соцсетях, которые по определению очень короткие, и они даже не похожи на то, что пишут в Твиттере люди. В Твиттере все-таки люди пытаются какую-то информацию заложить в свои короткие твиты. Есть специальный класс LDA моделей, которые заточены под короткие тексты. С комментариями в ВКонтакте, в Ютубе такая штука не проходит, потому что чаще всего это реакции. Это не текст, это просто реакция. Это плюсики, смайлики, то есть что-то не несущее смысловой нагрузки. Поэтому мы хотели очистить весь этот мусор таким вот варварским немножко способом и заодно позволить нашим моделькам считаться побыстрее. Ну получается это не очень корректно. То есть вот у вас на ТСНЕ сектор газа оказался рядом с классикой. Вот. И получается, что если человек написал длинный текст, он скорее всего априори очень умный и разумный. И мы таким образом уже не оцениваемый. Может быть человек, который, точнее люди, которые слушают сектор газа, тоже в принципе не так плохи. Не отрицаю. Вы целину не читали? Там тоже большой длинный текст. Вопрос о его разумности. Окей. Спасибо большое за доклад. Было очень весело. Местами даже до слез. Можно спросить, можно ли узнать геолокацию комментариев? То есть в каком, допустим, в Москве и в Питере пишут разные вещи или разные? Да, вот как раз очень рекомендую посмотреть… Где оно здесь? Да, посмотреть вот этот наш доклад, потому что сейчас мы не исследовали соцдем вообще. Мы решили сосредоточиться чисто на НЛП-задачах, посмотреть, что у нас получится с топик-векторами и так далее. А вот в прошлом исследовании, которое мы проводили, мы сосредоточились не только на тематическом моделировании, но и на исследовании соцдема. Конечно же, в ВКонтакте можно без проблем выключить профили людей, если они, конечно, открыты. Посмотреть на их место жительства, на их возраст, на их пол и так далее. И посмотреть, как от этого зависит то, о чем они пишут. Ну вот до банального мы смотрели, например, распределение возраста подписчиков в зависимости от кандидата. Выяснилось, что у Путина они самые молодые, 25 средний возраст был. То есть соцдем мы исследовали здесь, в этом исследовании просто не дошли. Было бы слишком уже много. Спасибо за доклад. Не было идеи посмотреть результаты сентимента анализа. И в разрезе эмоциональной окраски проверить подписчиков. Спасибо. Да, спасибо. Мы делали это. У нас отдельный кусочек есть этого исследования, который посвящен именно сентимент анализу. Для этого мы использовали аж целых две модели. Одна от Ай Павлова, которая у нас заработала, но показывала очень странные результаты. Опять же, это все из-за выборки. У нас очень специфические тексты, которые не очень похожи на то, что обычно используют люди при сентимент анализе. И вторая модель это от Ru Sentiment, которая была заточена на твиттер. То есть, опять же, не совсем похожа на наш. Тем не менее, да, мы сделали сентимент анализ. К сожалению, в этот доклад я не включал результаты, но там очень интересные находки были по тому, какие жанры самые негативные, например, какие жанры самые позитивные. Ну, понятно, что классика — это самый большой позитив. Там практически все комментарии были положительными. Больше всего негатива было в панке. То есть вот такие тоже исследования у нас были. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Не думали ли вы о том, чтобы генерировать на основе вашей модели новые комментарии к различным жанрам, к постам, и потом эту модель кому-нибудь продать и заработать на этом денег? Заработать денег — это очень хорошо всегда. Лда, конечно же, вероятностная модель, и можно что-то по ней генерировать, но из-за того, что мы использовали очень много припроцессинга, где у нас здесь припроцессинг? Да, очень много припроцессинга, понятное дело, что мы навернули и лимитизацию, то есть мы привели все слова к начальной форме. Мы использовали back-of-words, то есть у нас уже весь корпус словарный был сильно ограничен, поэтому то, что модель LDA потенциально может нагенерировать, не будет похоже на настоящий текст. И лучше бы здесь использовать что-нибудь более sophisticated, типа LSTM или ее расширение, чем LDA. А так, да, это интересная идея, можно было бы сделать. Так много любителей рэпа, зачем вам еще комментаторы? Окей, спасибо большое, Дмитрий. Давайте поаплодируем. Спасибо. 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 Спасибо.